всех приветствую продолжаем знакомиться с творчеством художников их автобиографию итальянский художник адольфа билимбау родился в каире в 1945 году в итальянской еврейской семье из тосканы большую часть своей жизни прожил во флоренции или ливорно ливорно он обучался у художника по имени провансаль в возрасте 17 лет он занялся коммерцией вернулся к искусству только через 11 лет 1886 году он помог организовать выставку изящных искусств ливорно городе который становился местом летнего отдыха на иницианской выставке 1887 года он представил озерию или приму минуэта это последняя воздушная картина была воспроизведена в иллюстрационе де милан а позже в иллюстрированном немецком журнале лучше киртани итальянский историк искусства художественный критик и художник насмешливо утверждал что покойный билимбау обслуживал своих богатых покупателей и от изможженной и пролетарской направленности картины не осталось и следа когда-то этот художник предпочитал темы тяжелой жизни народа рабочих ремесленников бедняков всех мастей а теперь в большем согласии со своими склонностями и благородством джентльмена он предпочитает те которые чаще всего появляются в тех комнатах где они развешивают на стенах и распределяют тетрадки по полкам камином предметом искусства для роскоши и украшения дома так говорил луиджи киртани гильбау находился под влиянием художником макеоли и был коллегой и другом художников виторио матео каркоса ульве лиеги и альберто пизы на выставке во флоренции он продемонстрировал фонтан в ливорна которым вернулся к рисованию уличных сцен продолжал покровительствовать искусству последние годы своей жизни например основав фон ливорнских студий живописи адольфа билимбау умер в 1938 году вот так вкратце из приводной википедии о итальянском художнике адольфа билимбау пока пока до свидания смотрим работы